Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Константин Танчев-Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Константин Танчев. Здравствуйте, Михаил. Ну что ж, в конце прошлой недели, точнее в конце этой недели, буквально два дня назад, в пятницу, Международный уголовный суд ГАГИ принял досудебное решение, а именно о выдаче ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина, который обвиняется в незаконной депортации украинских детей из оккупированных территорий в Украине на следственную территорию Российской Федерации. Алексей Рисович, в прошлом сведник руководителя Офица президента Украины Андрея Ромака, выдвинул версию о том, что данное решение было принято в преддверии визита руководителя Китая в Москву, чтобы связать ему руки и чтобы он не смог пойти на договоренности с Путиным, поскольку Путин уже пария, человек, который ворует детей, и с таким человеком не может садиться за стол, договариваться о серьезных глобальных решениях, таких как поставка оружия председателя Коммунистической партии Китая. То есть фактически Рисович говорит о решении ГАГского суда о неком сдерживающем факторе возближения Китая и Россия. Как вы относитесь к решению в ГАГе и к мнению Рисовича? Ну, во-первых, по поводу того, что это решение принято для того, чтобы как-то ограничить Си Цзиньпина. Но это смешная такая детская конспирология. Международный уголовный суд действует, конечно, вне связи с политическими какими-то решениями. Международный уголовный суд можно остановить разными политическими средствами, но он действует совершенно независимо. Это решение принято в связи с давлением правозащитных организаций, в связи с большим числом фактов, которые стали известны Международному уголовному суду по преступлениям, и не просто преступлениям каким-то уголовным, массовым, а преступлениям против человечности. И, ну, некоторое время назад такое решение сдерживалось, но теперь, видимо, уже нету сил, так сказать, сдерживать политическими средствами такое решение. Если вы помните, Блинкен обращался к Конгрессу совсем недавно Соединённых Штатов, который готов был принять решение о России как стране террористы или стране, поддерживающей террористическую деятельность. И он сказал, что такое решение может убить политику, может убить инструменты воздействия на Путина политическими методами. И Конгресс не принял это решение. Но Международный уголовный суд, он вне зоны компетенции Блинкена, Соединённых Штатов. Соединённые Штаты не признают решение Международного уголовного суда, там, кстати сказать, вот. А это радикальное решение, меняющее принципиально всю картину для Путина, ситуацию, так сказать, в мире. У него была возможность начать, ну, как-то какие-то компромиссы, идти на какие-то компромиссы. В общем, он не пошёл. Речь шла ведь о простых вещах, вывод войск или остановка этой агрессии, и снятие санкций, в обмен на снятие санкций. Но, к сожалению, для Путина вот такого рода санкции, как решение Международного уголовного суда и выдача ордера на арест, она не снимается политическими решениями. Более того, тут можно выразить сочувствие, скажем, президенту Макрону, для которого это решение Международного уголовного суда существенно. Он теперь не сможет громко произносить фразу о том, что он пытается спасти лицо Путина. Потому что Путин преступник и значит, преступник международный, человек, который преступил нормы международного права и совершает преступление не просто вот локальное, а преступление против человечности. Ясно, что он за этим последует, значит, начав с обвинения Путина в том, что он крал детей украинских, депортация незаконная, значит, теперь начнет прибавляться к списку преступлений против человечности другие преступления, пытки, незаконная военная агрессия, военные преступления в полном объеме, преступления на нарушение всех международных конвенций по защите прав военнопленных, пытки военнопленных, ну, то есть посыпется, так сказать, будет расширяться список преступлений, и это также означает, что они будут распространяться, как это было, между прочим, вот с Милошевичем, эти обвинения будут распространяться на окружение Путина, на военных, которые реализуют эти, так сказать, преступления, на гражданских лиц, которые поддерживают эти преступления. И я думаю, что для Путина наступают очень тяжелые времена. Сейчас от него начнут отъезжать многие его сторонники, потому что, ну, получается, что пути назад нет. Понимаете, он не успел, так сказать, воспользоваться теми предложениями, которые были ему сделаны по обмену санкций на отступление. Вот, и теперь никто не в состоянии отменить вот это решение Международного уголовного суда. Это не санкции, это уже признание преступления, понимаете, и это остановить нельзя. Дело в том, что в демократическом государстве или государствах законы регулируют поведение субъектов права, а не персоналия. И вот остановить это решение уже невозможно, это уже закон. И ну, я не завидую Путину, ясно, что теперь его окружение, ну, вот все как с Милошевичем, они начнут все сваливать на него, говорить, что вот они облегчают свою вину, так сказать, что они выполняли приказы, все как в Нюрнберге, и после Нюрнберга на процессах против военных преступников и против там значит служб безопасности и пропагандистов все будут говорить, что они выполняли приказы, они вынуждены были, у них не было выбора, и отъезжать от Путина начнут уже скоро, или уже начали. Я думаю, эмиграция известных персоналей российских, ну, существенно увеличится. Ну, с другой стороны, Константин Антонович, два дня назад прошла встреча Владимира Путина с Российским Союзом промышленников и предпринимателей, который когда-то организовал и создал Вольский, Аркадий Вольский, поправьте меня, если я не прав, он и не возглавляет этот союз, кстати, достаточно давно известный тоже деятель начала 90-х годов, либерального толка, в тот момент Александр Николаевич Шохин. Так вот, на вот этом встрече с членами РСПП Путин в очередной раз заявил о том, что в российской экономике все хорошо, а на Западе все плохо, о том, что нужно потуже затянуть пояса. Есть требу. Есть требу, и на этой же встрече мы видели представителей, в том числе и группы Альфа, если я не ошибаюсь, тот же Герман Хан, один из партнеров Михаила Фридмана и Петра Авина был на этой встрече. То есть сложно говорить о том, что да, кого-то не было, ну, типа Лисина, Прохорова, но многие были. То есть говорить о том, что российские крупные предприниматели отъезжают от Путина пока преждевременно. Понимаете, в области, так сказать, экономики, в области предпринимательской деятельности, ну, почти та же самая ситуация, что и в области политики, к сожалению. это мне ближе, потому что я одно время был, так сказать, гуру российского бизнеса, отвечал за создание этой рыночной экономики. Это имитация. Понимаете, говорить о том, что экономика живет, продолжает действовать, расти в условиях санкций, в условиях блокирования свифтов, деятельности российских банков, но это просто смешно. Это имитация. Имитация в пропагандистских целях, она очень нужна Путину, она нужна Шохину, вот, но это, как и очень многое, что сейчас есть в России, это не то, как оно выглядит. Это имитация, ну, в полной мере. Вот, говорить сегодня так же, как, вот, скажем, Петербургский экономический форум. На него приезжают из Африки какие-то предприниматели, которые говорят, о которых говорят, что они инвесторы. Ну, с одной стороны, это очень жалкое зрелище, понимаете, имитация, когда-то это все были серьезные люди, и Шохин тоже, не ахти какой предприниматель, чиновник, конечно, но все-таки немного и предприниматель помогал там некоторым группам. Но сейчас это больше на шутовство похоже. Это не союз предпринимателей, это группа, которая вынуждена в интересах Кремля имитировать предпринимательскую деятельность. Вы упомянули Санкт-Петербургский экономический форум. Действительно, Константинович, за последние два года мы видим, как в пределе ряды участников этого форума и приличные бизнесмены западные стараются все-таки там не появляться. Репутационные, очень серьезные репутационные потери. А российским предпринимателям многим терять уже нечего. Я как раз хотел в дополнение к тому, что уже сказал, просто зачитать этот короткий список тех, кто был на этой встрече по сообщению издания The Bell и Media Zone. Среди участников был также владелец Сталия Алексей Мордашов, владелец Норникеля Владимир Потанин, бывший партнер Михаила Прохорова, Виктор Ашников, руководитель ММК, Михаил Гуцереев, руководитель Руснефти, Виктор Виксельберг, руководитель Реновы, Олега Терипаска, руководитель Русала и экс-ладель Еврахима Исуэка Андрей Мельниченко. Но достаточно серьезная фигура в российском бизнесе. Ну, понимаете, Россия продолжает экспорт ресурсов. И, ну, почти все, кого вы назвали, это люди, которые сидят на кране, так сказать, открывают этот кран, делают там сильнее, меньше, но, скажем, вот Олег Терипаска, один из богатейших людей России, очень давно уже заявил о том, что он готов, поняв, так сказать, конъюнктуру рынка и взаимоотношения с властью, готов отказаться от владения этой собственностью. Это же, вот на примере Пугачева, который переехал во Францию, мы видим, как это происходит, собственность просто немедленно отбирается вся, и это же было с Пугачевым, с другими, их примеров очень много, это был демонстрационный, так сказать, пример, когда всем было показано, что произойдет с ними, если они откажутся участвовать в пропагандистской кампании, откажутся имитировать поддержку власти, там, ну и много чего имитировать, рост экономики, понимаете, ну шутовство, просто в чистом виде. Ну, а с другой стороны, Владимир Путин, он как бы не соглашается с вами, говоря о том, что, ну я же вас, ребята, предупреждал, но не храните вы капитал на Западе, вы же видите, как его быстро арестовывают, а ведь действительно капиталы крупных российских предпринимателей их арестовывают, вводят против них санкции, и это только вершина айсбергов, в рамках борьбы с российской агрессией, мы знаем, как Запад арестовывает, блокирует и дает открыть счета очень многим россиянам, и здесь, в принципе, это льет воду на мельницу того же Путина, который может говорить о том, что, ребят, не я один, здесь под прицелом, под боем, не только на меня, а вынесен ордер об аресте, не только я меченый, вы все здесь меченые, поэтому, голубчики, пожалуйста, обратно в Москву, тут у нас все хорошо, мы контролируем банковскую систему. Вы знаете, эти действия очень избирательны, очень тонко, так сказать, регулируются. Основные вложения, которые осуществляли люди из окружения Путина, действительно олигархи, не предприниматели, которые находятся в таком очень зависимом состоянии, как мы видели, вот этих людей на форуме, там много из них действительно предпринимателей, бывших независимых предпринимателей. Вот, избирательно наказываются, применяются санкции против, там, Альфа-банка, например, но основные инструменты, основные каналы получения ресурсов, скажем, Газпромбанк, миллиард долларов в день, так, не слабенько, только из Соединенных Штатов. Вот, не просто не подвергаются санкциям, но просто даже не упоминаются в прессе, как, значит, инструмент Путина для поддержания вот этих агрессий, не трогаются, там, инвестиции того же Виксельберга в западную экономику, других людей из окружения Путина, замороженных средств, не арестованных, не отнятых у Путина, а просто пока замороженных, это 350 миллиардов. Из них 300 миллиардов это замороженные ЦБ средства, вот, то есть, строго говоря, мы говорим о 50 миллиардах. И одна только компания Ганвор, в которую инвестировали российский ресурс, это четверть триллиона долларов. Понимаете, сегодня можно говорить, и все эти инвестиции, они известны прозрачно, можно говорить, что в западную экономику, в недвижимость вложены триллионы долларов российских, грязных вот этих, которые используются для агрессии, для ведения войны, для поддержания этого режима. Вот, но они не трогаются. И такое впечатление, что это, ну, некоторый запрет, что существует по поводу этих ресурсов Путина, о которых нельзя даже говорить. Не то, что там арестовать или заморозить или передать Украине, а может быть, потом, когда-нибудь этот вопрос встанет, но ясно, что не сейчас, пока у власти демократическая партия, пока Байден во главе этой демократической партии, генеральный директор Буризмы в Москве, Зеленский, в общем, находится в условиях, когда он очень сильно зависит от Байдена, от демократической партии, конечно, ничего не будет делать против Байдена, а Байден, безусловно, находится в очень серьезной зависимости от Путина, от Кремля. Вот, в 16-м году появился такой тезис, «Трамп на крючке у Путина». Вот у меня полное ощущение от того, что эта тезис, эта установка пропагандистская появилась именно потому, что, начиная с 16-го года, а может быть, раньше, на крючке у Путина был как раз тот, кто продвигал антитрамповскую повестку. Губернатор Флориды Де Сантис, один из вероятных претендентов на участие в президентских выборах от республиканцев на уровне с Трампом, к которому мы еще вернемся сегодня, он заявил о том, что назвал конфликт в Украине, цитирую, «территориальным диспутом», это с ссылкой на издание «Политико Ко», перевожу с английского, значит, за это республиканцы не подвергли критике самого Де Сантиса. Как вы относитесь к этой позиции Де Сантисы, в каком объеме отражает эта позиция настроение симпатиков республиканской партии? Республиканская партия находится в оппозиции к демократической партии. Главная цель заявлений любых республиканской партии – это конкурировать, обвинить демократическую партию. республиканская партия нормальная партия, в ней существуют разные течения, направления, позиции. Есть меньшинство, которое отстаивает концепцию, связанную с необходимостью прекращения, немедленно, любыми способами прекращения этого конфликта в центре Европы. И есть большинство, которое поддерживает Украину. Это не демократическая партия, членам которой сообщают позицию, которую они должны защищать. Республиканская партия, в ней происходит дискуссия постоянно. Десантис этим заявлением несколько отстранился от Трампа даже, между прочим, потому что это иная, чем у Трампа позиция. Конкуренция, нормальная конкуренция, Трамп довольно остро там, скажем, сейчас шутит по поводу Десантиса. Многие назвали бы это поведение неполиткорректным, но это конкуренция, конкуренция очень нужна, очень полезна на решение республиканской партии, кто будет представлять ее на президентских выборах, значит, они пытаются оказать воздействие, влияние. Сейчас рейтинг в пользу Трампа, сильно в пользу Трампа, особенно после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка решил его арестовать, кандидатов президента, бывшего президента решили арестовать. По-моему, Трамп не возражает против того, чтобы его арестовали и сфотографировали в наручниках. Заявление было такое, что генеральный, то есть, не генеральный, а прокурор Нью-Йорка, он действует в соответствии и демократическая партия, которая стоит за ним, действует в соответствии с принципами вот этих диктатур третьего мира, которые борются с оппозицией вот такими жесткими методами. Это, между прочим, означает очень серьезные проблемы в самой демократической партии и для самой демократической партии. Но тут нужно уточнить собственно фабулу дела, поскольку в отношении Трампа есть разные обвинения, которые звучат его адрес формализованные или нет, но в данном случае идет о выплатах, которые якобы осуществлялись со стороны команды Трампа порно-актрисе Stormy Daniels, которая, кстати, опубликовала книжку пару лет назад, где в том числе она рассказывала о знакомстве с Трампом. Так вот, на определенном этапе перед выборами она, скажем, эту связь отрицала, но потом отказалась от этих слов, и, собственно, тогда появилась информация о том, что, попросту говоря, ей было дана взятка за молчание, если не взятка на стороне, скажем так, финансово простимулированное было и молчание. Ну, откровенно говоря, для уровня президента Соединенных Штатов Вы понимаете, что вы повторяете гипотезу. Вот, гипотезу. Так вот, для уровня, понимаете, для уровня президента Соединенных Штатов Америки все-таки это обвинение, оно, ну, как бы, неравновесно позиции президента Соединенных Штатов Америки. Почему вот, как бы, цепляются именно за этот кейс просто для избирателей Трампа, если говорить чисто политтехнологически. А вот подобный кейс, ну, кроме укрепления репутации Трампа и его шансов на переизбрание, другой реакции не вызовет. Нет, ну, понятно, понимаете, я слежу очень внимательно за пропагандистской кампанией Демократической партии и ее установками. Это одна из установок, что вместо Трампа Республиканская партия могла бы выдвинуть более спокойного кандидата, вот, ну, Десантиса или кого-то еще. Вот, это серьезная установка, это воздействие на общество, безусловно, со стороны Демократической партии, но в той же мере и на Республиканскую партию. То есть, это, ну, такой шантаж, что ли. То есть, либо, значит, принимайте нашу позицию, либо мы будем доставать все возможное грязное белье на Трампа. Но один из руководителей вот этой пропагандистской кампании Демократической партии, он проговорился недавно. Было сказано следующее, что, конечно, было бы правильно, если бы Десантис был кандидатом от Республиканской партии, но очень важно, чтобы Десантис не нес с собой так называемый трампизм. Понимаете? То есть, они готовы очень быстро переключиться на доставание грязного белья на Десантис. Демократическую партию очень волнует высокий рейтинг Трампа. Сегодня у него в Республиканской партии рейтинг 58%. То есть, если бы сегодня было голосование, то его поддержало 58%, а Десантиса там 30% с чем-то. То есть, а в обществе у него рейтинг сильно больше 50%. Но, понимаете, выяснилось, что рейтинг и голосование это разные вещи. Демократическая партия использует инструменты, которые вполне можно было бы назвать пассификацией на выборах. И как эти инструменты будут использованы в 24-м году, в ноябре, мы с вами предсказать не можем. То есть, ясно, что законодательство, регулирующее процесс выборов, честные выборы, гарантирующее честные выборы, ни Байден, ни Сенат не пропустят, даже при том, что большинство сегодня в Нижней Палате, в Палате представителей принадлежит республиканской партии. Константин Танч, я оценивать голосование по почте не могу, по причине того, что я не живу в Соединенных Штатах Америки, но я могу сослаться на очень парареспубликанского журналиста, человека, который брал у Трампа многократное интервью, господина Билла Релли, который когда-то работал долгие годы на Фоксе, и сейчас у него собственное шоу. Так вот, Билла Релли, я хорошо помню, как в ноябре 20-го года, после того, как Трамп проиграл выборы Билла Релли, он вышел, и как бы ему не было сложно, как бы он не болел за Трампа, он признал, что все-таки Трамп эти выборы проиграл. Это говорил не я, это говорит Билла Релли, все-таки человек про республиканский взгляд. Ну, понимаете, у нас с вами очень много примеров, когда более близкие, что ли, союзники Трампа предавали его в вице-президент, который мог остановить эту фальсификацию, обязан был остановить, и он этого не сделал из политических соображений. Таких примеров много, поверьте, на сегодня, вот на, я больше всего смотрю, радиостанцию, такую, знаете, грубо пропагандистскую, KPCC, ее, там, Юрдашевский называет КПСС, вот, они постоянно приглашают бывших союзников Трампа. Это, республиканская партия, это демократическая партия, понимаете, по-настоящему, там внутри существуют самые разные течения, есть группа республиканцев, которые выступают против Трампа. Вы представляете себе группу демократов, которые выступают против дедушки Джо Байдена? Там есть бурление, там, но оно очень тихое и очень спрятанное, потому что это против принципов демократической партии. А в республиканской партии это открытые течения, открытые дискуссии. Нужно ли Трампу выдвигаться во второй раз? Я могу привести в качестве примера из десяток известных политиков, у которых по этому поводу иное мнение, чем у самой партии. И это хорошо. Это называется отрицательная обратная связь в больших системах. Это, кстати, то, что потерял Путин и потеряв вот эту отрицательную обратную связь, то есть критику его действий, он начал совершать фатальные ошибки. Ну что же, мы тогда, Костин Итанч, будем завершать как раз последний вопрос, он будет у меня снова про Путина, и мы как бы здесь закольцовываем дискуссию. Так вот, Путин в интервью российскому пропагандистскому телевидению заявил следующее на вопрос, почему, собственно, в 2014 году Путин не начал полномасштабную агрессию против Украины. Путин заявил, что у нас тогда не было гиперзвукового оружия, сейчас оно есть, есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было. Также Россия после 2014 года смогла провести импортозамещение и укрепить финансовую систему. Вот вы знаете, я когда читаю это все и смотрю программу визита Путина в аннексированный Крым, где он открывал художественные лице или художественную школу, мне кажется, что этот человек абсолютно потерял ту самую обратную связь, которая характеризует большие системы, о которой вы говорите. Но не просто эту связь потерял, мне кажется, он потерял в принципе связь с реальностью. А о каких таких звуковых гиперракетах говорит Путин, когда у него крошатся танки прямо на ходу, я имею в виду новые танки, даже не знаю, есть ли это танк армана в реальности, о которых Путин постоянно глаголил, и о каком импортозамещении может идти речь, когда уже сейчас известно, что даже российские самолеты, забыл, как они называются, они не могут залететь в воздух, поскольку просто их нельзя обслуживать по причине в зависимости от западных высоких технологий. И так во всем. О чем говорит Путин? О чем говорит Путин? Знаете, я немного знаком со структурой обеспечения информационного высшего руководства России. Я долго работал с экспертами. Вернее так, многие сегодняшние эксперты долго работали на меня. Путин пользуется результатами исследований хорошо экспортированных групп. Он прекрасно знает, что импортозамещение не работает. Ближайший, я не помню, кто-то из министров, по-моему, один из министров сказал, что для того, чтобы импортозамещение работало, нужны комплектующие заплаты. но это импортозамещение, которое делается, чтобы избавиться от комплектующих, для него нужны комплектующие. Он прекрасно понимает, что это ложь, что работающая эффективно финансовая система, это хорошо, что рост экономики при инфляции, ну, мы же видим, как ведет себя рубль, за месяц 15, что ли, процентов инфляции, вот, все плохо, но Путин, как и полагается ему, как он и требует от своего окружения, участвует в пропагандистской кампании, он является рупором этой пропагандистской кампании. Раньше у него для этого были там, шуты, которые все это проводили, информационно обеспечивали, но сегодня даже пропагандистская кампания не работает достаточно эффективно. Уже граждане России не верят ей. Это, ну, очень похоже на то, что было в конце Советского Союза, когда телевидение каждый день передавало, что количество молока, мяса, яиц на душу населения выросло на 4% за месяц, а в магазинах пустые полки. Понимаете? То есть, ну, все понимали, что это тупая советская коммунистическая пропаганда. Ну, сейчас режим можно называть там по-разному, советским, фашистским, имперским, но не меняется суть пропаганды. Пропаганда лживая, и это признак очень плохой для Путина. Он, все понимая, произносит эти мантры, заклинания относительно роста экономики и прочее, прочее. Он все понимает. И, тем не менее, произносит это про Крым, который ему разрешили в 2014 году захватить. Вот. Сегодня избавиться от агрессии Путина можно в течение суток, так же, как это было сделано в Заливе. Удар по центрам принятия решения, и все. Дальше украинская армия наступает со скоростью передвижения там, танков. Понимаете, но это не делается по нескольким формальным соображениям, связанным с тем, что существует опасность расширения конфликта и существует опасность использования ядерного оружия. Об этом говорят эксперты, об этом говорит Белый дом, но бездействие провоцирует Путина на расширение конфликта и на использование ядерного оружия. Вот. Так что мы с вами наблюдая за этим процессом в некоторой степени со стороны, поскольку мы не участвуем в боевых действиях. Вот. Мы должны понимать, что процесс сложнее, чем рассказывает об этом пропагандистская компания Кремля. Константинович, ну вот самый последний вопрос. Если все так серьезно, если роют уже окопы на территории аннексированного Крыма, если среди крымчан распространяются если не панические настроения, то точно ощущение тревоги. Если расквартирована огромная российская группировка на территории аннексированного Крыма, явно не нападающего характера, а оборонительного характера. Почему Путин, который приезжает в Крым, если он приехал в Крым, это не были просто информационные консервы, почему он ни слова не говорит о защите Крыма до последних капель крови, умрем же под форосом, умру, но Крым не отдам Украине и так далее, и так далее. Вместо этого он открывает школу искусства для детей и вообще делает вид, что все хорошо, все в порядке. И это на втором годе войны, когда впереди масштабное украинское контрнаступление, а извините, террорист Гиркин называет Владимира Путина попущенным. Вот просто сидя в Москве называет Путина даже не опущенным, а попущенным. Как это объяснить? Вы знаете, в конце нацистского режима пропагандистская кампания предпринимала точно такие же усилия. Открывались выставки, Адольф Гитлер встречался с молодежью, мобилизовывал ее. То же самое было почти перед концом Саддама Хусейна. проводились митинги, люди кричали, прыгали, говорили о том, как они любят Саддама Хусейна. То же самое, но абсолютно то же самое перед самым концом Муаммара Каддафи. Телевизионные кадры с поддержкой Муаммара Каддафи, с стрельбой в воздух, с радостью по поводу такого замечательного лидера. Это скорее признаки конца, признаки такой деградации существенной. Это признаки существования не в реальной жизни, а в иллюзиях, иллюзиях, которые создаются пропагандистской кампанией, окружением диктаторов. Это было много раз и будет еще много раз проделано разными диктаторскими режимами. У нас, к сожалению, в мире очень много диктаторских режимов и очень опасных. Нет, есть режим, который там аэтолы в Иране, который скоро будет обладать ядерным оружием, и демократическая партия допустила создание ядерного оружия, сняв санкции. Вот. Так что это, я думаю, что когда будет падать режим аэтол, ну, тоже религиозные фанатики на улицах будут говорить о том, как они преданы этому режиму и лидерам, ну, а потом эти лидеры окажутся с черенками лопат вот внутри. Такая закономерность, что ли. Ну, да, это вы вспомнили Сыбуму Мамара Каддафи. Лидера Джамахирей. Сейчас многие вспоминают о нем, применительно к Владимиру Путина, потому что в отношении Каддафи тоже был выведен арест международным уголовным судом за несколько месяцев до гибели Каддафи. Ну, что ж, спасибо большое Константин Танч за, как всегда, очень интересное интервью. Уважаемые друзья, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Константин Танча Борового, на YouTube-канал Daily Europe Online. Оставайтесь с нами, Константин Танч Боровой, известный общественный деятель предприниматель и политик, был сегодня с нами на YouTube-канале Daily Europe Online. Спасибо большое, Константин Танч. Спасибо вам.